Вежливый протест. Так назвали свою акцию организаторы в социальных сетях. Людей призывали приехать к границе с палатками и обосноваться там на несколько дней. Из-за этого на дорогах ведущих к заставе правоохранители установили блокпосты. Здесь дежурят пограничники, милиционеры и сотрудники ГАИ. Они проверяют документы водителей и багаж. За наявную информацию, планируется на территории Новоазовского района протестные акции, заходы дестабилизационного характера. Специалисты Донецкого прикордонного газону вместе с другими правоохранными органами вживают в соответствующие заходы и готовы решить действие для запобегания против правой деятельности на государственном кордоне, для нормального функционирования пункта пропуска. Все винные особи будут притягиваться до ответственности в соответствии с действующим законодательством. Помимо правоохранителей, на дороге дежурят активисты. Это жители с ближайших городов и сел. Кто именно призывал к митингам на границе, они не знают. Считают, акцию организовали, чтобы спровоцировать беспорядки. Если будут провокации, мы здесь стоим, будем звонить всем нашим соседям, селам, всем, чтобы люди сюда будут съезжаться и будем становиться здесь стеной, чтобы не было никаких провокаций, ничего. Мы точно так же об этой акции узнали из интернета и по листовкам. То есть мы начали принимать какие-то действия, узнать, кто это организовывает и для чего это организовывает. Мы не нашли ответ. Открещиваются от вежливого протеста и организаторы митингов в Донецке. Представители народного ополчения Донбасса также проводят свою акцию на границе. Уверяют, она носит исключительно мирный характер. Возможно, пикетирование пропускного пункта в организации не поддерживают. Никакого отношения к акциям вежливого протеста народное ополчение отношения не имеет. И, собственно, вот эта сегодняшняя акция, которая направлена на получение гуманитарной помощи от россиян на детские дома и интернаты, она направлена именно на то, чтобы в очередной раз, ну, помимо того, чтобы помочь людям, в очередной раз доказать, что мы не имеем ни малейшего отношения ко всем этим незаконным или на грани законности акциям протестов, палаток и так далее. В назначенное время участники так называемого вежливого протеста возле границы не появились. В социальных сетях организаторы написали, акцию отменили из-за противодействия правоохранителей местных властей. Сергей Аганесян, Евгений Красюков, Панорама.